Джульетта Тимофеевна в очередной раз находит в своем почтовом ящике памятку об оплате за электроэнергию. Такие извещения она получает каждый месяц. Внимательно изучив содержимое бланка, пенсионерка привычно берется за стремянку. Еще ей нужны ручной фонарик, ручка и блокнот. В 80 лет снимать таким образом показания счетчика – прямой риск здоровью. Но Джульетта Тимофеевна – человек дисциплинированный. Надо – значит надо. Еще бы знать, кому и зачем. Почему им надо, а не позднее, 26-го, представить мои показания? Потому что платить я все равно пойду, 5-го, 6-го, 7-го пойду платить за прошедший месяц. Естественно, я там все это оплачу. Так это мне дважды снимать показания, отдавать им, звонить, потом или идти туда. Потом снова снимать показания уже большего количества и идти, потом это оплачивать. Зачем это нужно? По новым правилам потребители должны передавать энергетикам показания электросчетчика с 23 по 25 число текущего месяца. Сделать это можно тремя способами – по телефону, в интернете через личный кабинет или нанести энергетикам визит и передать листок из рук в руки. Все три способа непросты. До сервис-центра еще нужно дозвониться. Если действовать через интернет, необходимо получить код доступа в управляющей компании. Для этого туда нужно приехать. Если он не передает эти показания своевременно, то в течение трех месяцев исполнитель коммунальных услуг будет производить расчеты по среднему потреблению за предыдущий год. А начиная с четвертого месяца расчеты будут производиться по нормативам потребления. Данные от абонентов по-прежнему будут проверять. Визиты контролеров на дом не отменяются. Задача новшества – сделать расчеты более точными – копейка в копеечку. Правда, к успокоению тех, кого бюрократические задачи не впечатляют, можно отметить – штрафных санкций за непередачу показаний электросчетчика по назначению не предусмотрено. Светлана Шеваренкова, Александр Мокин. Новости сейчас.